В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Не виновата я, он сам ко мне пришел. Хозяйка продуктового магазина не смогла объяснить полиции, почему продавала алкоголь без лицензии. Хилые на вид, но весьма ловкие. Форточники орудуют в Рязани. И в городе подвели итоги третьего конкурса «Профессия мечты». Работа сотрудников полиции в предновогодние дни усилилась. Рейды по магазинам, которые незаконно реализуют пиротехнику. Выявление контрафактных елок и алкоголя без лицензии. Журналисты нашей телекомпании идут по пятам правоохранителей в подобных рейдах. Открываем дверь и попадаем в один из магазинов железнодорожного района. Два отдела, в одном из которых все полки богато уставлены алкоголем, от пива до крепких напитков. Только вот лицензии на его реализацию нет. Сразу после контрольной закупки в виде бутылки шампанского полицейские раскрыли себя. Продавщица решила признаться, что продала людям свою собственную бутылку. В смысле ваша? Моя бутылка. Я ее купила и продала. Мне нужно... Да, я купила бутылку. Где купила? Сурку купила. Невооруженным глазом видно, что акцизная марка у проданной бутылки поддельная. Она находится справа. Голограмма на ней не переливается, хотя должна, как, например, на бутылке слева. В свою очередь, руководство магазина в лице семейной пары приехали достаточно быстро. Они объяснили незаконную продажу алкоголя тем, что только собирались приобрести лицензию после Нового года. А пока просто выставили бутылки на прилавок, чтобы было удобнее. Мы не работаем, мы не продаем ничего. Алкоголь мы не продаем. Вот у нас колбаса, молоко, рыба, мясо. Больше ничего. По правилам публичной оферты, даже законно приобретенный алкоголь не должен выставляться на прилавок без лицензии. Спустя некоторое время руководители магазина сдали свои позиции и погрузились в чувство вины. Я виновата. Нельзя было так делать. Надо было все оставить в коробках. У нас вообще такой первый раз, что нас прям бес попутал, честное слово. 20 лет мы работаем, у нас ни одного замечания никогда не было. В итоге огромное количество алкоголя изъято. Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности. Штрафу от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией алкоголя или бестоковой. Это решит суд. В свою очередь, рейды будут продолжены. Перед Новым годом в суете люди все больше рискуют приобрести некачественный алкоголь. Если нет лицензии, нет и гарантии того, что продукция настоящая. Ведь отравление суррогатом – это не только удел алкоголиков. Хотя недавняя ситуация в Иркутске, связанная с массовым отравлением боярышником, взволновала многих россиян. Люди же используют препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Причину отравления в Иркутске наркологи видят в следующем. Содержит она 70% спирт. И алкоголики часто его выпивают сразу после приобретения. То есть не разбавляя. Естественно, не любой организм может выдержать такой удар. И второе, что скорее всего, да, это то, что партия алкоголя этого боярышника была, скорее всего, какая-то неправильная, паленая, да. Что касается Рязани, за год прирост алкогольных отравлений составил 184% по сравнению с предыдущим годом. И это не всегда боярышник. Первое, да, наверное, самое такое главное и легко доступное – это стеклоочиститель. То есть они, алкоголики, разбавляют его водой, вот, добавляют туда соль, вот, и после этого, через какое-то время употребляют. Вот, сразу после употребления часто вызывается онемение горла, ну и часто употребление влечет за собой отравление сильное, вплоть до летального исхода. Кстати, в стеклоомыватели часто не этиловый, а метиловый спирт. И помимо желудка и печени страдают глаза. Люди могут ослепнуть. Среди прочих лакомств остается и тройной одеколон. В нем практически 80% спирта. Его также часто пьют залпом. Стоит сказать, на днях некоторые сайты интернета разместили информацию о том, что теперь и на парфюмерной продукции могут появиться предупреждения о запрете внутреннего употребления. Так что, возможно, алкоголики, умеющие читать и готовые принимать эту информацию к сведению, смогут избежать отравления. Хилые на вид, но весьма ловкие. Форточники – это квартирные воры, которые специализируются на проникновение в жилище и офисы через окна. Их главный рабочий сезон – жаркое лето, когда люди оставляют окна открытыми. Но на практике зима для преступников – не отпуск, и они продолжают общищать квартиры горожан. Воры выбирают свои объекты тщательно. Во-первых, они тонкие психологи и очень часто подолгу работают с клиентом. Вам могут позвонить из какой-нибудь службы, чтобы задать несколько вопросов и узнать полезную информацию. Кто где работает, до какого времени, сколько людей проживает в квартире. Не стоит рассказывать случайным знакомым и соседям о своих новых приобретениях, покупках и длительном отпуске. Даже если у них нет преступных намерений, они могут поделиться этой информацией с потенциальными ворами. В декабре полиция зафиксировала ряд квартирных краж, совершенных одним и тем же почерком. Улики указывали на вора с редкой квалификацией форточника. Полицейские предположили, что это дело женских рук. При сей своей криминальной опытности злоумышленница не учла, что эксперты-криминалисты способны обнаружить следы взломщика или вора даже в труднодоступных местах. По следам полицейские установили личность воровки. Это оказалась 25-летняя жительница Касимова, ранее уже судимая за кражу. Поймать девушку удалось не так быстро. Тем не менее, полиция вычислила ее местонахождение и задержала. Когда шла побираться, когда постучала в дверь, никого не было, я хотела постучать в окно. Нажила на окно, она оказалась открытым. Тогда у меня сразу произошел ум, чтобы что-нибудь своровать из дома. Я залила через окно в дом и увидела золото. Я его забрала и ушла через дверь. Сотрудники полиции предполагают, что задержанная может быть причастна к аналогичным преступлениям, совершенным в соседних областях. Ведется расследование. В Рязани подвели итоги третьего конкурса «Профессия мечты». В нем приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Большей популярностью среди подростков пользовались рабочие профессии. Самыми востребованными специалистами оказались врачи, учителя и бухгалтеры. Медсестра, переводчик, актриса, дизайнер одежды. Вот неполный список профессий, которые вдохновляют рязанских школьников и студентов. О своих увлечениях они рассказали с помощью сочинения и видеоролика в рамках конкурса «Профессия мечты». Творческое задание оценили жители города. И с помощью интернет-голосования выбрали 15 самых ярких и увлеченных будущих специалистов. Среди них немало представителей рабочих профессий, таких как машинист-локомотива, электромонтер, повар-кондитер. Самыми необычными профессиями стали логист, следователь и геймдизайнер. Именно разработчиком игр хочет работать победительница конкурса Василиса Короткова. За нее проголосовали 2600 человек. Это такое наше ноу-хау. Это образовательный сертификат, который даст возможность Василисе получить дополнительные образовательные услуги по той теме, которую она выберет. Победители прошлого года выбирали у нас совершенно разные вещи. Две девушки, будучи победителями, учились на курсах иностранного языка, а вот одна, допустим, у нас победительница, выбрала курсы вождения. Василиса обожает интерактивное кино и игры, в которых принятые тобой решения влияют на сюжетную линию. Многие из новинок она уже прошла. Теперь хочет сама разрабатывать характеры героев и придумывать запоминающиеся образы. Освоить азы профессии и развеять юношеские иллюзии Василисе поможет главный приз конкурса – сертификат мечты. В общем, это даже не профессия, это, наверное, образ жизни. Это человек вообще делает все, создает игру, то есть ее история, ну, в общем, продумывает практически все. Я просто играла в игры, но до этого я не думала об этой профессии, то, что мне казалось невозможным, но потом узнала про этот конкурс и это вдохновило меня. Программирование и дизайн у Василисы еще есть время сделать свой выбор. А пока для нее и других финалистов был организован тренинг по осуществлению желаний. Подростки еще раз проанализировали собственную личность и поняли, какие качества нужно проработать, чтобы уверенно чувствовать себя в выбранной специальности. Вот уже полтора года действуют поправки в правилах дорожного движения, согласно которым пешеходы обязаны использовать светоотражающие элементы в одежде в темное время суток. Несмотря на то, что требование во многих случаях может спасти жизнь, некоторые пренебрегают таким пунктом. Впервые в Рязани состоялся фестиваль засветить пропагандирующий важность и нужность светоотражателей для участников дорожного движения. Начиная с 1 июля 2015 года пешеходы обязаны иметь световозвращатели в следующих случаях. Вне населенного пункта, при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. В остальных случаях светоотражатели также рекомендуется иметь, однако это не обязательно. Элементы полезны как для пешехода, так и для окружающих его автомобилей. Водитель автомобиля издалека видит световозвращатели и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение. Например, если пешеход носит такие элементы, его гораздо чаще пропускают на переходах. Так что в первую очередь рекомендуется использовать светоотражатели не для того, чтобы не получить штраф ГИБДД, а для собственной безопасности. Об этом и твердят сотрудники госавтоинспекции, которые инициировали в Рязани первый фестиваль, посвященный светоотражателям. В Рязани мы впервые проводим студенческий фестиваль, который посвящен безопасно-дорожному движению для учащихся среди специальных и высших учебных заведений. Данное мероприятие направлено на популяризацию светоотражающих элементов на одеждах пешеходов, что будет способствовать стабилизации положения дел с аварийностью с данной категорией участников дорожного движения. Штраф для пешехода минимален и составляет 500 рублей. При этом правила дорожного движения теперь возлагают ответственность возможным ДТП не только на водителя, но и на пешехода. Мы, строительный колледж, пришли на этот фестиваль, который посвящен безопасности дорожного движения, который проводит госавтоинспекция совместно с Министерством образования. Фестиваль называется «Засветись». Мы очень рады, что нас пригласили. У нас очень красивые студенты, они готовились к этому. Мы за безопасность движения. Световозвращатели бывают разными. Световозвращающий жилет, как правило, используется людьми, длительное время проводящими на проезжей части. Например, такие жилеты используют дорожные рабочие, сотрудники ГИБДД, водители при ремонте автомобиля и велосипедисты. Преимущество жилета – общая доступность. Он продается во всех магазинах и супермаркетах, имеющих автомобильный отдел и низкая стоимость. Кроме светоотражающих жилетов, бывает другая спецодежда с элементами-светоотражателями. Купить ее можно в магазинах спецодежды. Но самым простым выходом остаются световозвращающие аксессуары – браслеты, чехлы, брелки и наклейки. К сожалению, найти подобные элементы в обычных магазинах не так просто. Тайны грядущего года, лучшие любовные истории, новогодние чудеса и легендарная рабыня Изаура, а также продолжение турецкой саги «Великолепный век» – все это покажет любимый женский телеканал страны и партнер телекомпании «Город Домашний». Пают пора ароматных мандаринов, свежих хвоей, искрящегося шампанского, бенгальских огней и, конечно, незабываемых сюрпризов. Телеканал «Домашний», который является нашим партнером вот уже на протяжении почти десяти лет, готовит немало подарков для своих телезрителей. Уже в середине декабря в эфире телеканала появится волшебный логотип и новый праздничный ролик «Потому что ты была хорошей девочкой». Отличное настроение, новое платье, дожидающееся своего звездного часа и отсутствие забот – так должен выглядеть последний день уходящего года, особенно у хороших девочек. В перерывах между упаковкой подарков и маникюром зрительницы домашнего смогут составить идеальное меню новогоднего стола в компании Лары Кацовой и даже заглянуть в будущее. Чем запомнится период правления огненного петуха, на чем спорят известные астрологи и что скрывают карты Таро? Неожиданные прогнозы и ответы на сокровенные вопросы. В документальном цикле «Предсказание 2017» – 31 декабря, начиная с восьми вечера. А сразу после боя курантов на телеканале стартует караоке с культовыми хитами. В новогодние каникулы, конечно, важно вдоволь наесться мандаринов, слепить снеговика, навестить друзей, покататься на коньках, а заодно, уютно расположившись на диване, устроить телемарафон. Всю праздничную неделю в эфире домашнего – романтические картины о любви, любимые экранизации литературных бестселлеров и главные премьеры зимы 2017 года – «Великолепный век. Империя Кисем». В первый день Нового года уютную компанию с зрительницам составят мелодрамы «Возвращение в Эдем» и «Моя новая жизнь». Они расскажут о сильных женщинах, продемонстрировавших всему миру, что даже в критических ситуациях нельзя опускать руки. 2 и 3 января можно будет проникнуться атмосферой Версаля и проследить за историей безрассудной и страстной любви своенравной красавицы Анжелики и харизматичного графа Жофея де Пейрака. А 4 и 5 января на экраны вернется рабыня Изаура – самая знаменитая латиноамериканская теленовелла о вере и страстной борьбе за свободу и любовь, с которой в стране началась эра мыльных опер. 6 января домашний сделает ставку на классику. В 12.00 – авантюрный детектив «Если наступит завтра», а застенчивая работница банка – преданная любимым и сумевшая восстановить справедливость. А в 19.00 – романтическая мелодрама «Унесенные ветром» об искренних чувствах, вспыхнувших между неукротимой Скарлетт О'Хара и амбициозным Реттом Баттлером. В Рождество канал покажет продолжение приключений очаровательной южанки в сериале «Скарлетт». А уже в 19.00 состоится самая ожидаемая премьера зимнего телесезона – «Великолепный век империя Кисем». Как дочери венецианского купца удалось проделать триумфальный путь от одной из наложниц Ахмеда I до великой Валиде Султан. И какие испытания выпали на ее долю, прежде чем она стала одной из самых влиятельных женщин Османской империи в спин-оффе легендарного проекта. Ну а завершиты новогодние каникулы – проникновенная драма о любви, меняющей судьбы и ломающей существующие барьеры. Поющие в Терновнике 8 января весь день на телеканале «Домашний». На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте – город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем вам предновогоднего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин